Друзья мои, добрый день! Здравствуйте! Сегодня 15 сентября. Блогерясь Пельми, опальный сотрудник Комитета Государственной Безопасности Советского Союза Бессонов Алексей. Алексей Борисович, ну вот, друзья мои, я хочу сказать, что Путин связался с Ким Мерсеном. Кто там? Кто там? С внуком Ким Мерсена, Ким Чен Иром. Ну там не важно, там уже фамилию забываешь. Собственно говоря, роли большой не играет. И вот ситуация, что вот как? Но вы знаете, имейте в виду, что, допустим, КНДР это одна из самых крупных армий в мире. В мире, да, там только под ружьем 750 с лишним тысяч, плюс полтора-два миллиона резервистов. Причем их не резервисты, это не наши там. Два года отслужил и раз в 10 лет на сборы. Там у них система другая. Да, они там чуть ли не каждые полгода живут в лагерях, в окопах. Их привлекают на сельхоз работы этих резервистов. То есть это страна такой, военный лагерь. Но самое-то главное, что там невидерное количество боеприпасов сосредоточено. Да, причем вся система боеприпасов, она советская. Ну, пускай у старелого образца, но она советская. И, собственно говоря, вот, видимо, он будет договариваться, что все поставки будут осуществлены туда, на Украину. Ну, для чего это делается? Ну, действительно, видимо, мобилизационный резерв, он оставляет. Ведь, собственно говоря, что такое локальная война на Украине? Да, мы должны вести еще мобилизационный резерв, иметь для того, чтобы вести войну и с вероятным противником. Да, с США, с НАТО и так далее. И мобилизационный резерв должен пополняться и сохраняться на определенном уровне. Но, видимо, промышленность не успевает до конца все это в полном объеме обновлять, потому что, ну, действительно, конфликт затяжной, серьезный, затраты-траты огромные, боевые расходы огромные. Но, кстати, никто не говорит, не сообщает, сколько. Американцы сообщают, что там поставили 10 танков. Ну, такое 10 танков, там протяженность 1500 километров фронта. Линия фронта же, она выстраивается 10-8 полос, где солдаты сидят с гранатометами только на последнем полосе. А первые предыдущие, там, и комплексы противотанковые, и минные поля, и, ну, в общем, это там целый город выстраивает. И, видимо, они выстроили всю эту линию. И, видимо, все-таки они готовят, будет контрнаступление. Да, мы готовить уже будем. Потому что как раз вопрос стоит во вооружении, чтобы заключить договор, и будут поставки. Да, вооружение, оно старого образца, но, в принципе, оно пригодно для... Ну, и мы-то воюем. В основном мы воюем силами мобилизационного резерва, да. То есть у нас там новые образцы и новые замененные боезаряды, они находятся в мобрезерве по-прежнему. Они по-прежнему готовятся для войны с вероятным противником, с НАТО. И я так чувствую, что особо их никто и не расходует. Да, вот и сейчас старого образца вооружения, но они подходят совершенно универсальны. Подходят к нашим вооружениям. Из КНДР пойдут. Ну, совершенно нормально. И, видимо, готовят контрнаступление, которое будет, я думаю, что в декабре-январе. Перед выборами. Да, она в январе-феврале закончится. Ну, для того, чтобы выборы прошли на, что называется, на пике успеха в автофронте. Ну, и, видимо, Владимир Путин выйдет на уровень, может быть, 90-95%. Его, так сказать, задача поставлена перед, ну, там, административный ресурс, электронное голосование. Но, в целом, он рейтинг свой хочет довести до 95-90%, чтобы с таким избраться. Вот отсюда и переговоры. Ну, видимо, сейчас будут и другие переговоры. Сейчас поедут представители американцев в Китай просить Си, чтобы он, так сказать, как-то разрулил ситуацию. Потому что, ну, в любом случае нужны переговоры, и я думаю, что уже идут к этому. Но, тем не менее, Путину перед выборами президента в марте 24-го года нужна реальная победа. Победа на фронте, чтобы он за стол переговора уже садился, что называется, с позиции победителя. Да, а дальше уже условия его... Ну, я думаю, что не будет достаивать на том, чтобы Киев отдали Россию. А он просто будет безъядерный статус Украины подтверден, безблоковый статус Украины. Крым в России признает, что Крым российская территория. И восточные территории, по ним будет иммиграционная линия проведена. И режим, который на Украине будет ставить мы будем, с учетом интересов России и так далее. Я думаю, что эти негласные соглашения будут с американцами подписаны. А дальше уже там отменят они их указ президента, запрещающий переговоры с Россией. И все, в общем-то, я думаю, что после выборов 24-го года, а может быть и ближе к выборам президентов, все это дело постепенно закончится, конфликт разрешится. Мое предположение. Спасибо, Ваше Брисовне Сергей Борисович.